Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях с помощью банана сделать очень эффективную антивозрастную маску. Банан обладает огромным количеством питательных компонентов, делает кожу упругой, эластичной, улучшает оттенок кожи, улучшает тургор кожи, убирает даже самые глубокие морщины и выравнивает оттенок лица. Маска подходит для всех типов кожи, конечно же, если у вас нет аллергии на банан. Маска подходит также для ухода за кожей лица, за кожей шеи, за кожей зоны декольте. Можно делать эту маску в любое время года. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть очень молодо и свежо. Уверена, что все компоненты у вас есть под рукой, рецепт очень простой. Надеюсь, что эта маска станет вашей любимой. Маска подходит для всех типов кожи. Также эту маску можно делать в любое время года. И давайте приступим. Сегодня я вам покажу, как из банана сделать домашнюю омолаживающую антивозрастную маску. Бананы обладают огромным количеством калия, кальция, магния и большим количеством витаминов, которые сделают кожу упругой, эластичной. Возьмите созревший банан. Не используйте для домашних масок. Бананы не зревшие. Очистите от кожицы. Кстати, саму кожицу тоже вы можете не выбрасывать и протирать кожу лица после умывания, либо после глубокого очищения кожи. Также в кожуре банана имеется большое количество питательных компонентов. Нам понадобится примерно 1 чайная ложка банана. Разомните банан до получения однородной консистенции. Используйте для этого либо миксер, либо обычную вилку. Я разминаю банан простой вилкой. Это делается очень просто и быстро. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Добавьте 1 чайную ложку рисовой муки. Кстати, рисовую муку вы можете сделать самостоятельно. Возьмите небольшое количество риса, перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Затем тщательно вбейте рисовую муку в мякоть банана. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно взбивайте все ингредиенты. Должна получиться такая плотная масса. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Используйте сок алоэ покупной, аптечный. Также можно использовать сок алоэ из свежевыжатого растения. Подойдет для приготовления этой маски также и алоэ, приготовленное из геля, либо крема алоэ. Возьмите 1 чайную ложку геля алоэ, либо алоэ веры и добавьте в эту маску. Я использую уже готовый сок алоэ. Нам понадобится 1 чайная ложка. Также тщательно смешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е это витамин молодости и красоты. Витамин Е дает хороший уплотняющий кожу эффект. Также витамин Е способствует глубокому разглаживанию даже самых застарелых морщин. Можно использовать витамин Е как в капсулах, так и в масляном составе. Если вы используете витамин Е в капсулах, то добавьте 2 капсулы. Это примерно 10 капель. Я использую для добавления в домашние маски именно масляный состав витамина Е. Нам понадобится 10 капель. Затем тщательно смешайте все ингредиенты. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится сок лимона. Используйте либо свежевыжатый сок лимона. Также для этой маски подойдет и витамин С в таблетках. Если вы используете свежевыжатый сок лимона, то добавьте 5 капель. Если вы используете витамин С в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разведите 1 чайной ложкой кипяченой водой комнатной температуры. И используйте для добавления в эту маску. Для сегодняшнего рецепта я использую уже готовый сок лимона. Нужно добавить 10 капель. Также тщательно смешайте все ингредиенты. Маска имеет очень приятную консистенцию и очень приятный банановый аромат. Нанесите эту маску 2 или 3 раза в неделю. Ваша кожа заметно улучшит свое состояние. Наносить маску нужно на хорошо очищенную, распаренную кожу лица, если у вас нет купероза. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то просто умойте кожу лица обычной умывалкой. Рецепт домашних умывалок вы также можете найти на моем канале. Нанесите эту маску на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите также эту маску и на кожу вокруг глаз, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Нанесите маску одним толстым слоем. Держать маску нужно не менее 20 минут. Затем размягчите кожу лица влажным теплым махровым полотенцем. После размягчения маски эта маска будет очень хорошо смываться и не будет растягивать кожу. Затем ополосните кожу лица прохладной водой. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»